Стратегические планы на 2020 год и задачи на ближайший период. Глава региона Александр Цибульский провел первую в новом году расширенную планерку со своими заместителями. О принятых решениях и данных поручениях подробнее расскажет Мария Владимирова. Первое в новом году рабочее совещание главы региона с руководителями профильных ведомств богато на информационные поводы, причем как регионального, так и федерального масштаба. Так, власти Ненецкого округа планируют привлечь федеральные средства на ликвидацию накопленного экологического вреда в Амдерме. Теперь для этого есть все необходимое, в частности, проектная документация. Очень важное направление, Амбер Морозович, вам надо взять его на контроль. Мы еще полтора года назад, я лично договаривался, включили Амдерму в реестр территории, которые могут претендовать на это финансирование. Миноперед, насколько я знаю, деньги сегодня на эти мероприятия есть, запланированы. И очень важно, чтобы Амдерма в самые кратчайшие сроки уже вошла в этот проект, в этом реестре оказалась не просто как территория, но уже территория обеспеченной финансированием. На федеральные средства, правда, уже в 2021 году Ненецкий округ сможет рассчитывать и в части развития сельских территорий. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам совещания в Минсельхозе. В 2021 году, после сбора отработки с муниципальными образованиями, будем заявляться на увеличенное финансирование. Предварительную поддержку от Минсельхоза получили. Мы будем усиливать нашу позицию дополнительно. В региональной повестке вопросы ЖКХ, информатизация, образование и здравоохранение. С начала года в медицинских организациях округа кадровое пополнение. К работе приступили три новых врача. Педиатр-неанатолог, терапевт и лор. С 20 февраля на постоянной основе начнет работу стоматолог в Тельвиске. По словам руководителя профильного департамента Сергея Сверидова, в настоящий момент остро стоит вопрос об обеспечении врачей жильем. Все жилье, которое было свободное, нам передали, но его недостаточно для решения вопроса по жилью для врачей, которые прибывают. В прошлом году приехало более 10 врачей. Также стоит вопрос по обеспечению жильем. У меня просьба огромное рассмотреть вопрос при вводе жилья в эксплуатацию, все-таки выделение части жилья на обеспечение его служебным жильем у врачей. Как отметил глава региона Александр Цибульский, этот вопрос надо рассматривать шире, так как обеспечение жильем вопрос актуальный не только по врачам, но и другим специалистам, в частности учителям. Также в ходе планерки губернатор Нейнского округа поручил своему заместителю Евгении Калашник приступить к следующему этапу реализации программы НАО-100. С момента старта голосования 17 декабря прошлого года в нем приняли участие 700 жителей региона. Пятерку самых популярных среди участников опроса направлений, по которым распределены проекты в ходе транспортной инфраструктуры, развитие сельских населенных пунктов, благоустройство территорий, ЖКХ, спорт и активный образ жизни. Вы тоже тогда проанализируете, сколько вам нужно времени для того, чтобы все предложения систематизировать, там довольно много людей проголосовало, ну и уже надо, соответственно, составлять план работы, какие проекты, по какой линии финансировать. Голосование за пул проектов завершится 15 января. Напомню, проект НАО-100 должен стать дорожной картой по реализации на территории Нейнского округа национальных проектов, объявленных президентом России Владимиром Путиным и стратегией развития региона до 2030 года. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.